Привет друзья! Вы на канале, где я строю свой дом. Делаю все первый раз и по возможности своими силами. В прошлых видео я занимался кровлей, но пока отложил это занятие, так как жду доставку фальцевой кровли. Могу сказать одно, они не сильно торопятся. И чтобы не терять время, займусь обустройством скважины. Основные решения по обустройству были приняты благодаря другу Алексею, у которого также есть свой YouTube канал Сантехстрой. Обязательно переходите к нему на канал, там у вас много интересной информации по сантехнике с различными путями решения сопутствующих задач. У себя же я буду выполнять самый дешевый и наиболее подходящий для меня вариант. И для этого сегодня надо будет опустить насос, подключить гидроаккумулятор и автоматику. Но прежде чем приступить к этому, давайте немного вспомним, что было проделано. Из всех возможных вариантов обустройства скважины, их немного, можно выделить 3 основных. Летнее обустройство, с помощью адаптера, и с помощью кессона. Я выбрал вариант с кессоном. Это полая конструкция, которая располагается в грунте. Она может быть выполнена из металла, пластика или железобетонных элементов. Какое обустройство выбрать решать вам, исходя из ваших условий и задач. Кессон не самый быстрый вариант, но на тот момент он как никто другой мне подходил. Во-первых, я делаю сейчас мини-домик и у меня нет лишнего пространства, чтобы разместить оборудование в доме. Во-вторых, у меня низкий уровень грунтовых вод и нет верховодки. В-третьих, благодаря ему можно развести воду на все объекты. Это основной дом, гараж и мини-дом. Также хотел попросить, кто смотрит видео, подписаться на канал. Очень хочется набрать 500 подписчиков, чтобы открыть вкладку сообщества и иметь с подписчиками хоть какую-то обратную связь. Периодически возникают текущие вопросы или бывают интересные новости, с которыми хочется поделиться. Так что, если не трудно, подпишитесь на канал. Итак, для начала была пробита скважина. В качестве обсадной трубы мною было выбрано НПВХ труба, так называемый непластифицированный поливинилфлорид. Они были разработаны еще в 1930-х годах, как альтернативная замена стальной трубе. И, как видим, эти трубы уже больше 90 лет эксплуатируются. Труба имеет диаметр 120 мм и толщину стенки 4,5 мм. В данную трубу спокойно войдет погружной насос диаметром 3,5 дюйма. Теперь давайте поговорим, почему именно была выбрана НПВХ труба. Первый и важный аргумент – это то, что НПВХ труба изготавливается из первичного сырья. Там нет никакой переработки пластика, в отличие от ПНД трубы. ПНД трубу мы сразу отбрасываем. Второе – это стоимость. То есть из трех вариантов – металл, ПНД или НПВХ – НПВХ труба будет самая дешевая. Третий – НПВХ труба устойчива к наростам и коррозии, что не скажем от металлической трубы. Вот поэтому и был сделан выбор в сторону НПВХ трубы. Но надо помнить, что у НПВХ трубы есть ограничение по глубине скважины. Это лучше уточнить у буровых компаний. Скважину прокачивали около 40 минут. Глубина скважины получилась 18,5 метров. Скважина находится в известняке, то есть скальной породе. Также в конце не забываем подписывать договор и обращаем внимание, чтобы там присутствовали все печати и реквизиты фирмы. Не забудьте обратить внимание, какие показания скважины были записаны в паспорте скважины. Глубина скважины, дебет скважины, стационарный и динамический уровень и т.д. Размещать скважину на участке можно в любом месте. Но если есть септик, то надо отталкиваться от его расположения. Так как при его размещении на участке существует ряд ограничений. Их можно видеть на экране. И когда вы нашли место под септик, скважину от септика надо разместить не менее 10 метров от него. Но лучше всего скважину располагать как можно выше по рельефу и как можно дальше от септика. Если будет кессон, то от границы участка надо отступить на расстояние в 1 метр. Наметив на участке все границы сооружений, это границы септика, кессона, траншеи под водопровод и основание под мини-дом, был вызван экскаватор. Так как грунт тяжелый, на глубине в 1,5-2 метра уже есть известняк. Самому вручную вырыть нереально, даже экскаватору порой было трудно. Экскаватор немного перекопал. И поэтому, чтобы выйти в нужную отметку, немного подготовили основание из нарытых камней. Основание кессона я не бетонировал, а решил засыпать просто щебнет, который остался от донного фильтра септика. Я уже говорил, что зеркало воды находится на глубине 5 метров и на участке хороший дренаж, поэтому нет опасений, что кессон затопит. Сам кессон выполнял из железобетонных колец. Два нижних кольца выполнил из полторашек и верхнего доборного кольца в 700 миллиметров. Также сразу заказал кольца и подсептик. Теперь осталось смонтировать кольца. Швы между кольцами я делал из цементно-песчаного раствора с добавлением жидкого стекла. Гидроизоляции тоже никакой не делал, так как нет давления от грунтовых вод. При монтаже колец я допустил ошибку. Люк расположил не под скважины. Теперь скважину не обслужить, но пока я на это не обращаю внимания, так как у меня скальный грунт и такую скважину обслуживать приходится не часто, но в дальнейшем надо придумать решение. Не повторяйте таких ошибок. Попутно начал прокладывать водопровод в мини-домик. Для этого в траншею уложил песок, по которому кинул ПНД трубу 3,2 диаметра. Также все присыпал песком и поверх уложил электрический кабель с течением 1,5 миллиметра. Кабель нужен для питания насоса и автоматики. Далее присыпал песком на штык-лопату и уложил сигнальную ленту. На всякий случай. Остальное доделает экскаватор, когда будет растаскивать местный грунт. На все эти работы я брал в помощь ребят, так как подорвал спину, таская камни. Это не в офисе за компьютером сидеть. Тут надо быть физически крепким. После монтажа колец выполнил обратную засыпку, но только уже песком, так как местный грунт это суглинок и камни. А песок точно не даст касательных напряжений и не подорвет кольца при сильных морозах. Пока на участке был трактор, который выполнял планировку участка, снял грунт под укладку утеплителя. У меня в конце участка большой перепад в отметках, около метра. И надо было это дело хоть как-то снивелировать, а также растянуть грунт, оставшийся от септика и кессона. Утепление выполнял экструдированным пенополистиролом, толщиной 50 мм в два слоя и шириной от кольца в 1,2 метра. Далее обкопал верхнее кольцо песком из всех же соображений, о которых говорил выше. Установил пластиковый люк, вставил просто на раствор, без анкеров. Остальное закидал черноземом, когда трактор делал окончательную планировку участка. Потом все это дело доработал руками, результат вы видите, и раскатал пленку, чтобы не росли сорняки, буду готовить под газон. Далее выполнил разводку электрики по кессону. Установил коробку, от которой ушел на розетки для насоса и автоматики и выключатель для освещения. Все это делал в первый раз. А теперь перейдем к насосу и соединим его с ПНД трубой, которую за день до этого разложил на участке, чтобы она выпрямилась и был более удобный монтаж. Давайте сразу рассчитаем длину трубы. Итак, длина скважины получилась 18,5 метров. Сразу отнимаем 1,5-2 метра, так как насос не доводит до устья скважины именно на это расстояние. Минус высота кессона 2,4 метра. Минус длина самого насоса 0,5 метров. И прибавим 0,5 метра на выпуск заголовка. Итого имеем 14,6 метров. Прежде чем подсоединять ПНД трубу, прикрутим к насосу обратный клапан. Я использовал насос Джеликс Водомет ПРОФ 5550 и он шел в комплекте. Видео по подбору насоса смотрите по подсказке выше или снизу в описании. Прикручиваем клапан согласно стрелке на нем, которая указывает направление движения воды. Далее соединяем трубу и закручиваем цанку. Затем соединяем насос со страховочным нержавеющим тросом. Пропускаем его через специальные ушки на насосе и сделав петлю, закручиваем хомуты. Тоже из нержавейки. Трос цеплять к ПНД трубе отдельно от кабеля, чтобы они не перетирались. Это нужно только для удобства монтажа. Далее с помощью пластиковых хомутов прижимаем электрокабель к трубе. Вначале трубы шагом 300 миллиметров на длину 1,5 метра, а далее шагом 1 метр. Затем достаем оголовок Gilex для труб диаметром 110-130 миллиметров. У него есть выход для ПНД трубы, сальм для прохода электрического кабеля и карабин, за который я подвешу трос, который будет держать всю эту конструкцию. Для этого также на конце троса делаем петлю. Для того, чтобы пропустить электрический кабель, необходимо отрезать филку. Вот тут я не знаю, теряется ли в таких действиях гарантия на насос. Но по-другому этого уже сделать никак. Ну что, теперь осталось все это дело опустить в обсадную трубу. И когда это удастся, надеваем оголовок на трубу, предварительно ослабив болты на оголовке или вообще их открутив. Когда оголовок будет надет на трубу, болты не надо сильно зажимать, их достаточно только подтянуть, чтобы не создавать в трубе вакуум. Но на этой магистрали первым делом делаем ответвление к гидроаккумулятору на 24 литра. Брал из нержавеющей стали, так как условия работы у него будут не лучшие. Крепил к стене кессона с помощью анкерных болтов. Далее по пути следования ставим автоматику. Я остановил выбор на Брио 2000. У нее есть руководство по монтажу. Но если вкратце надо открутить крышку, отсоединить кабель от насоса, подсоединить кабель от насоса к нужным клеммам, а оставшуюся вилку от насоса на другие клеммы, которые и будет запитывать автоматику. Далее делаем поворот и ведем магистраль трубы к выводной трубе, идущей в мини дом. На экране вы можете видеть все затраты на строительство и обустройство кессону. У меня получилось около 112 тысяч рублей. Хочу заметить, что это с учетом пробивки скважины. Сейчас это не совсем актуальные цены. Но для сравнения, на тот момент на рынке мне предлагали обустройство скважины, начиная от 95 тысяч рублей и заканчивая 170 тысяч рублей. Но только сюда не входила пробивка скважины, обратная засыпка песком и утепление кессона. Если мы посмотрим сейчас предложение фирмы, в которую я обращался, у них на сайте возведение кессона и обустройство скважины и железобетонных колец стоит 115 тысяч рублей. Если подставить все мои материалы и работы, выйдет около 46 тысяч рублей. Плюс добавив на сценку на сегодня, можно смело сказать, если делать самому, то получается в два раза дешевле рынка. Но тут вы теряете свое время. Как-то так. Далее по трассе ставим кран и уголок на поворот. Для того, чтобы все вместе соединить и придать закругленную форму трубе, использовал строительный фен. Ну что, дорогие подписчики, вот и пришел результат. Смотрите, мы собрали наш оголовок, пошли к гидроаккумулятору. Дальше вышли в Брио 2000. Автоматика у нас такая. Дальше мы пошли, поставили кран и все это в дом пошло. Я уже включил. То есть, смотрите, повар работает. Он набрал в гидроаккумулятор воды. Все хорошо. И так как кран закрыт, Брио выключил насос. Все хорошо. Поэтому, сейчас, смотрите, мы открываем наш кран и пошло. Вода наша пошла. Закрываем кран. Пока насос еще работает. Оп, выключился. То есть, гидроаккумулятор что-то там добрал. Все, наша схема работает. Это хорошо, это радует. То есть, попутам были, смотрите, вот на проведении розетки. Здесь мы поставили выключатель. И вот здесь наш свет. То есть, выполнили наше обустройство скважины. Теперь можно пользоваться водичкой. Вот, как видите, наша вода идет. Потрясающе все. Мне нравится. Когда заканчиваешь какое-то дело, это хорошо. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно комментируйте. Спасибо, дорогие друзья. Пока.